Мы готовы перейти к первой теме нашей программы. В Хабаровском филиале в НИРО посчитали, что на протяжении более 15 лет до 2017 года запас тихоокеанских лососей Амура эксплуатировался без дополнительных мер регулирования, что было обусловлено повышением их численности и стабильным состоянием условий воспроизводства. В связи с падением ловов и численности амурской киты и горбуши в последние годы органами государственной власти предпринимается ряд ограничений. По словам ученых, меры регулирования способствовали увеличению количества пропущенных рыб на нерестилище в бассейн реки Амур в удовлетворительных величинах. Однако, по данным обследования нерестилищ в 2021 году, учеными был выявлен недостаточный уровень численности производителей практически во всех притоках Амура, за исключением реки Амгунь. На заседании в Законодательной Думе предложили дополнительные меры регулирования промысла лососей, в их числе ограничение района промышленного рыболовства и эксплуатация величины запретных зон в устьях нерестовых рек, которые являются базовыми для лососевых рыбоводных заводов, сокращение сроков вылова тихоокеанских лососей, увеличение количества периодов пропуска производителей, то есть проходных дней, ограничение габаритов ставных неводов и заездков, ограничение использования плавных сетей и ряд других. О ситуации с рыбой в крае поговорим с гостем в студии Денис Кацук, руководитель Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Денис Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Тема у нас с вами... В очередной раз с рыбой. В очередной раз связана с рыбой. По вашему мнению, по мнению ученых, основная причина такого неудачного рыбного сезона в части лососевых в чем заключается? Ну, как раньше мы с вами уже и беседовали, собственно, сюрпризов никаких нет. Как уже предварительно было сказано, до 2017 года, когда все было благоприятно с запасами тихоокеанских лососей, собственно, мер регулирования каких не требовалось. А когда идет процесс снижения их численности, тогда требуется так называемое нормирование. Нормирование по нескольким направлениям. Это ограничение районов добычи, ограничение орудий добычи и ограничение сроков добычи, связанное еще с введением периодов пропуска для того, чтобы обеспечить оптимальное количество рыбы на нерестилищах. Ну, вот это неплохо удавалось нашими рекомендациями и решениями комиссии, которые созданы в регионе. Эта комиссия называется по регулированию добычи анодромных видов рыб. Но 2021 год, он, так скажем, немножечко обострил кризис, тот, который у нас был в 2017 году, только потому, что это как раз цикличный год. То есть в цикличном 2017 рыбы было мало, соответственно, в 2021 рыбы тоже мы ожидали мало, ее и пришло немного, но, так скажем, это все еще усугубилось рядом погодно-климатических факторов, связанных с повышенным уровнем воды, но, самое главное, с повышенной температурой воды, которая, вот она наблюдалась 23-24 градуса в сентябре, а 26 это практически летальная температура для осенней киты, поэтому рыба была, так скажем, физиологически уставшая, потому что в такой воде наблюдается, как правило, замедление газообмена, то есть дыхание же у рыбы происходит через жабры, это заболевание, это повышенная донерестовая гибель, и это медленное ее продвижение наверх в верхнее течение реки, то есть и без того малочисленные стада вот как раз верхних районов, верхних притоков, они поднимались еще медленнее. Ну и все это обусловило те последствия, которые мы с вами, собственно, наблюдали и видели. Я правильно понимаю, то есть в 2017 году были сложности, через 4 года 21, то есть в следующем будет 25, потом в 29 тоже будут сложности. Не придет ли это к тому, что мы вообще рыбы-то не увидим? Ну, не приведет, потому что такие нерыбные года наблюдались неоднократно, ну, например, 2011 год, вся летняя кита, попав в такие условия, она идет еще, так скажем, еще в большей зоне риска, то есть она идет не в сентябре, когда уже прохладно, она идет в июле, когда вот самый пик. Вот в 2011 году наблюдался такой случай, когда практически 100% летней киты погибло. То есть она зашла, дошла до Николаевской на Амуре, до Пальвинской протоки, даже до Амгуни не дошла, и жаркая температура воды обусловила, что она вся просто погибла и вынесена была в Амурский лиман и в Охотское море. Для этого как раз есть защитные такие свойства, что возвращается не одно какое-то поколение, которое вот умерло и все, возвращается несколько поколений, то есть возвращаются трехлетки, четырехлетки, пятилетки. Если какое-то одно поколение умерло, то смежные два на протяжении нескольких поколений, на протяжении нескольких лет, немножко замещают и выравнивают эту ситуацию. То есть биология и внутренняя какая-то генетика у рыб, она обеспечена на ее сохранение. Регулярно в каких-то не бывает годах, когда в каком-то районе Дальнего Востока или Северной части Тихого океана, который на, так скажем, истинный ареал обитания Тихоокеанских лососей, значит, когда куда-то не приходит очень мало рыбы. Ну, не значит, что будут катастрофические последствия. Так или иначе обсуждаются меры, как же повлиять на ситуацию, и мы уже озвучили, да, коротко, что было заседание Законодательной Думы. Вот те предложения, которые были внесены, какие, на Ваш взгляд, самые эффективные и прям необходимые? Как показывает практика, самые эффективные меры — это те, которые оперативные, которыми руководствуется комиссия региональная, которая регулирует промысел. Но множество мы чего обсуждали и вспоминали тот форум, который у нас был, «Амур река жизни». И все-таки мы законодателям несколько инициатив предложили, связанные с комплексным подходом. Нельзя просто регулировать промысел, то есть нельзя искать причину беды в каком-то одном месте. Она же комплексная. Это не только количество, это один фактор, количество рыбы пропущено на нерестилище, но на нее еще влияет паводочный период, а это регулирование качества воды, которая в Амуре у нас, лесосводки, добыча полезных ископаемых и так далее, и тому подобное. Поэтому нам, помимо того, что нужно зарегулировать промысел, нужно еще в первую очередь бороться с нелегальным выловом, а величина его достаточно высокая. То есть нужно сделать какой-то комплекс мер, направленных на недопущение вылова. Потом нужно создать какие-то на основных нерестовых притоках или реках, так скажем, реки тишины. Либо это будут особо арханьянные природные территории, либо это будут рыбохозяйственные заповедные зоны. То есть нужно устанавливать статус с ограниченной хозяйственной деятельностью и с ограниченным нахождением там людей. Ну и, безусловно, те меры, которые вами сегодня были сказаны, это предложение и в правила рыболовства по ужесточению использования орудий добычи и увеличению периодов пропуска. То есть меры довольно... ничего нового здесь нет, как я уже говорил. Три направления основных. Их нужно просто усилить, где-то ужесточить меры, и все будет хорошо. Что касается следующего года, то составляются ли прогнозы на будущий год? И что нас ждет? Давайте подытожим. Прогноз тоже неутешительный, потому что 2018 год, который будет цикличный в 2022 году, он на самом деле немногим лучше 2017, поэтому нас ждут также малочисленные подходы. А предварительный прогноз у нас будет сокращен, и это сокращение будет минус 30, а то и минус 50% по объемам, то есть я напомню, 13 тысяч, да, это будет минус 30-минус 50%. То есть мы можем в два раза меньше объема получить. И усиление мер регулирования, то есть то, о чем мы говорили, сокращение периода лова, увеличение количества проходных дней, нормирование используемых орудий, и это касается и неводов, и сетей, ну и район промысла тоже. Эту меру мы редко когда используем, но я думаю, пришло время, когда именно промышленное рыболовство нужно маленечко потеснить и отдать приоритет иным социально значимым видам рыболовства. Это традиционное и любительское. Ну, самое главное, что без рыбы совсем-то мы не останемся. Сегодня мы об этом сказали, и мне кажется, обязательно нужно этим подытожить наше интервью. Трудности временные. В любом случае, меры необходимые. Да, и тем более, что применяются уже какие-то определенные меры для того, чтобы ситуацию стабилизировать. Спасибо большое. В гостях у нас был Денис Кацук, руководитель Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.